Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня вторник, 14 июня, в студии Руфина Ковалева. Я приветствую всех, кто находится сейчас вместе с нами. По традиции программа открывает обзор наиболее значимых событий, отмеченных в историческом календаре. День донора крови отмечают сегодня во всем мире. 14 июня интернет-сообщество празднует Международный день блогера. В России отмечается профессиональный праздник – День работника миграционной службы. В Соединенных Штатах Америки празднуется День флага. Свои именины в этот день празднуют обладатели имен Гавриил, Денис, Василий, Иван и Вера. Что касается исторических событий, в 1645 году в сражении при Несбе революционная армия британского парламента одержала решающую победу над войсками короля Карла I. В 1834 году в США была запатентована наждачная бумага. 14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресные и праздничные дни. В 1992 году в Рио-де-Жанейро завершилась конференция ООН, на которой была принята декларация по окружающей среде и ее развитию. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как советский писатель, поэт, публицист Владимир Салаухин, латиноамериканский революционер Эрнеста Че Гевара, русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории Николай Рубинштейн, а также советский российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Сокуров. Таковы основные события, отмеченные в историческом календаре. Далее на нашей волне музыка не переключайтесь. Далее на нашей волне музыка не переключайтесь. Устала очень, и я устал. Мы едем к морю, девятый вал. Я этот месяц тебе дарю, ты мне. Ждал, а ты долго, я долго ждал, но всё точка в точку, как я сказал. Ты можешь верить календарю и мне. Солнце, море, белый песок, градус моря, очень высок. Этот месяц только для нас с тобой. Чайки стонут, волны шумят, ты довольна, я тоже рад. Между нами только морской прибор. На память фото и не одно для нас. Этот месяц, этот месяц, моё кино. Две главных роли моя, а твоя главней. Не верит кто-то, мне всё равно. Я ждал этот месяц уже давно. Давно не видел в глазах твоих огней. Солнце, море, белый песок, градус моря, очень высок. Этот месяц, этот месяц, только для нас с тобой. Чайки стонут, волны шумят, ты довольна, я тоже рад. Между нами только морской прибор. Солнце, море, белый песок, градус моря, очень высок. Солнце, море, белый песок, градус моря, очень высок. Этот месяц, этот месяц, только для нас с тобой. Чайки стонут, волны шумят, ты довольна, я тоже рад. Между нами только морской прибор. На волне радио Карачаева-Черкесия информационно-музыкальная программа «Республика». В минувшую пятницу в ауле Псыш Абазинского района Карачаева-Черкесии в торжественной обстановке открылся новый детский сад «Звездочка». В этом населенном пункте, где проживает около 10 тысяч человек, это второе дошкольное учреждение. Выступая на торжественной церемонии открытия нового объекта, временно исполняющий обязанности главы Карачаева-Черкесии Рашид Тимресов поблагодарил всех, кто принимал участие в его строительстве. Напомним, новый детский сад рассчитан на 160 мест. Жительница аула Псыш Карина Хубиева говорит, что для населенного пункта это очень большое событие, поскольку многим семьям приходилось возить малышей в детские сады Черкеска. «Мне очень садик нравится, и воспитатели очень хорошие. Садик очень замечательный. У меня трое детей, сейчас у меня средненькая ходит. В следующем году, надеюсь, уже младшенькая пойдет. И очень заведующие тоже очень нравятся. Очень рада, что открыли садик недалеко от дома. У нас в город большинство все ездили, но еще у нас в конце ула есть садик, там тоже открыли, но там мест мало, а вот здесь уже побольше. Здесь почти все детишки попали, даже места оставались. А вот проходилось в город возить. Вот у меня старшую, я в пришкольном у нас садике была, у нас так попало, а так большинство у меня родительнее. Были проблемы с этим? Проблемы с этим были, да. Ездили в город, а место туда добиться тоже не так уж легко. Будущие воспитанники садика и школьники приготовили для гостей красочную концертную программу. Преподаватель географии гимназии номер один Аулапсыш Альбина Нурлеева привела своих воспитанников на праздник. Педагог рассказал о своих коллегах, которые будут работать в новом саду. Мы, конечно, с большой радостью пришли поздравить садик. Дети, конечно, очень рады, что рядом открылся такой замечательный садик. Очень многие дети ходят сюда и еще будут ходить. Очень хороший садик тем, что современный, он оснащен всем оборудованием. Замечательные воспитатели, специалисты хорошие, которые дают им правильное детское воспитание, и они нам будут их готовить в школе. После официальной части торжества всех гостей пригласили на экскурсию по зданию детского сада. Учреждение полностью оборудовано новой мебелью, современно оснащен пищеблок, а игровая площадка построена с учетом обеспечения безопасности. Детский сад «Звездочка» создан по всем государственным стандартам. И нет никаких сомнений в том, что он станет любимым местом малышей, где они будут получать свои первые знания, учиться, дружить и готовиться к школе. Берегите своих детей Их за шалости не ругайте В зло своих неудачных дней Никогда на них не срывайте Не сердитесь на них всерьез Даже если они провинились Ничего не дороже слез Что с ресничек родных скатились Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заслежшие ваши дети Перелистывая альбом С фотографиями из детства Скоро вспомните о былом О тех днях, когда были вместе Как же будете вы хотеть В это время опять вернуться Чтобы маленьким песню спеть Щечки нежной губами коснуться Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заслежшие ваши дети Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заслежшие ваши дети Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заслежшие ваши дети На волне радио Карачаева Черкесии Программа «Республика» Проблемы распространения идеологии терроризма и экстремизма Стали одной из первостепенных задач Как руководства российского государства Так и общественности страны Поэтому неудивительно, что этой теме Уделяется самое пристальное внимание Профилактика и недопущение Распространения этих негативных явлений В очередной раз стали главной темой Встречи участников круглого стола Который прошел в общественной палате Карачаева Черкесии Представители традиционных конфессий Министерство по делам национальности Массовым коммуникациям и печати Общественные деятели Главы районов и журналисты Совместно пытались разобраться В причинах возникновения этих уродливых явлений Разрушающих определенные нормы И устои в обществе Все большую обеспокоенность Вызывает вовлечение российских граждан В деятельность исламских радикалов Тем самым расширяется социальная база Экстремистских и террористических организаций За счет подростков и молодежи И как ни печально В их числе немало молодых людей Из вполне благополучных семей По данным правоохранительных структур Республики В настоящее время 187 жителей Карачаева Черкесии Являются сторонниками Террористической организации Исламское государство 36 из них уже погибли В вооруженных конфликтах в Сирии К сожалению, среди тех, кто поддерживает террористов В основном молодые люди В возрасте от 15 до 30 лет И как ни парадоксально Среди них немало женщин Эти цифры и факты Вновь и вновь заставляют задуматься Над проблемами Совместной борьбы государства и общества Против экстремизма и терроризма Именно поэтому на этих вопросах Заострил свое внимание В ходе своего выступления Министр по делам национальности Массовым коммуникациям и печати Карачаева Черкесии Евгений Кратов Мы видим, что объектом внимания Оказывается несоциализированная Малообразованная Безработная Молодежь Когда мы анализировали эту таблицу Уже за рамками Собственно говоря, называется Таких официальных обсуждений Мы все вспомнили Комсомольскую юность И вспомнили, как Собственно говоря, определения разные Суть одна Раньше-то там назывались просто Молодежь с девиантным поведением Но общество было охвачено Общественными какими-то организациями Начиная с октября От пионерской комсомольской организации Профсоюзами Со сложной аудиторией С лицами склонными к девиантному Поведению Активно работали в школе Их закрепляли к детской комнате В конце концов В худшем случае определяли В специальной школе Сейчас этого нет Опять же, человек после восьмого класса Попадал в систему профтехучилищ Где он мог получить, вот обратите внимание Какой большой процент Людей, не имеющих специальности Ремесла Огромный процент Раньше это решалось За счет профтехучилищ Опять же, безработные Ты получил специальность Ты мог пойти поваром, столером, плотником Ты мог работать Это был элемент, важный элемент Социализации На сегодняшний день У нас этих рычагов, к сожалению Ну не то, чтобы совсем нет Но их очень и очень мало В Министерстве по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Запланирован ряд профилактических мероприятий в этом направлении В том числе выпуск полиграфической продукции Сюда же входит выпуск учебно-методических фильмов Создание социальных роликов и многое другое А что касается информационного пространства То уже ведутся профильные рубрики на телевизионных каналах И на страницах печатных изданий Благочины православных приходов Северного Карачаева-Черкесского округа Протерей Александр Нартов считает Что основной акцент в профилактике экстремизма и терроризма Нужно делать непосредственно на работе с молодежью Мы очень активно работаем в храмах и в мечетях Проповедуя Более того Мы очень внимательно следим за теми людьми Которые приходят в храм И которых мы считаем своими братьями и сестрами Как Евгений Владимирович отметил К примеру В Покровском храме Черкесска Есть молодежный центр Пересвет Дети с юных лет растут, вырастают Мы их ведем по жизни получается И когда они уходят Мы следим дальше за ними Куда они пошли Поступили ли они в вуз Как они там учатся Стараемся им их поддерживать и помогать То есть постоянно стараемся их вести И получается, что Те люди, которых мы считаем нашими Прихожанами И так же я думаю, что Хасан Хаджи со мной согласится Но это не та зона риска Не те люди, которые уходят в эти организации К большому сожалению, это около церковные Или около исламские люди Которые что-то где-то слышали И что-то где-то недопоняли И они уходят Поэтому, конечно, каждая из нас Из священников и имамов Делают, что возможно Мы проповедуем Мы ведем свою деятельность на приходах В своих организациях Но нужна здесь помощь и поддержка государства И общественных организаций Очень правильно Я абсолютно согласен с Евгением Владимировичем Что когда-то люди были объединены В какие-то общественные Я не знаю, там были пионеры октября А сегодня такого нет И получается, действительно Человек непрекаянный И он шатается То в одну, то в другую организацию Это ему не нравится То ему не нравится Государство ему не нравится И он прилепляется К тем, кто его слышит И промывает Промывает И привлекает к себе Какой может быть выход? Я Знаете Мне кажется, что на такую Около-религиозную молодежь Можно повлиять Только Вниманием к ним Внимание к ним Может быть оказано В разных сферах Но, к примеру Общественные какие-то праздники Празднования Их наполнять смыслом Мы это стараемся делать Может быть Делать это более масштабно День семьи, любви и верности 8 июля День славянской письменности и культуры Как-то более масштабно Привлекать туда молодежь И как бы вот Через такие Церковно-государственные праздники Через Так скажем Около-религиозные праздники Потому что такие есть И в исламе Такие есть в христианстве Вот та молодежь Которая вроде бы не наша Но она все равно наша В конечном итоге Им вот Доносить через Какие-то такие Празднования Нашу идею Нашу мысль О том, что мы все Все мы без исключения Вне зависимости от национальности и веры Мы любим свое государство И готовы его защищать Потому что вот Эти люди, которые уезжают Они же идут против всего И против своих ценностей Это странно Сегодня преступники Прикрываются религии Для совершения зла И устрашения общества При этом люди Примкнувшие к террористическим организациям Забывают о самой сути веры Основа которой В первую очередь Гуманизм Справедливость И доброта Об этом в своем выступлении Говорил каде Духовного управления Мусульман Карачаева Черкесии По приходам Черкеска И Прикубанского района Хасан Хаджи Семенов Экстремизм и терроризм Часто мы можем слышать Что связывают с религией Конечно же С религией У них общего ничего нет Религия И они идут в разрез С первых дней Прихода нашей религии И до сегодняшнего дня Мы и те Которые были до нас Всегда Старались Показать Правильность Этой религии И красоту его Что ни в коем случае Такие вещи В религии делать Конечно же нельзя Категорически нельзя И этому примеров много Однако попадаются люди В такие ситуации Это наверное Из-за незнания Этой религии Ислам Или неправильно Или не у того человека Они его спрашивают Конечно же Мы на местах В мечетях Каждую пятницу Да и почти каждый день Можем и говорим Об этом В приходах своих У нас какая Возможность У нас только возможность Говорить И учить Людей Правильному Исламу Что мы стараемся И на местах делать Наше духовное управление Тоже в этом пути В этом направлении Делает не очень мало Мы стараемся Делаем Но однако Получаются И такие ситуации Это Я понимаю Как Неизнание И понимание Правильной религии Мы можем Много говорить И показывать И рассказывать О правоте Правильности Но эти люди Они вот Как Евгений Владимирович Сказал Если уже попадают В эту среду Их уже порой Оттуда уже И не вытащишь Как будто Глухие Слепые В общем Тебя не слышат Нет Мы встречаемся С такими ситуациями Получается так Всевышний Жидал каждому Ум Разум Понимать Что верно Что неверно Каждый должен Сам Чуть-чуть Хоть думать Если бы Эти все люди Приходили бы К нам Или в духовное управление Спрашивали бы Свои вопросы Там Наверное Того не было Но однако До них Если они попадаются Туда Уже До них Не докричаться Получается Так иногда Президент Федеральной Национально-культурной Автономии адыгов В России Александр Охтов Отметил Что проблемы Экстремизма И терроризма Проистекают От низкого уровня Религиозного воспитания И люди зачастую Прибегают К помощи Самозванцев Неверно Трактующих Каноны Ислама Я В 93-м году Поехал В Сирию К черкесам По каким-то Совершенно Вопросам Не касающиеся Религии И так далее Но Находясь В течение Месяца В Сирии Мне говорили Все время Об одном и том же Человеке Как шейх Человек Который Занимается Всю жизнь Мусульманской Религией И вот С этим шейхом Он по происхождению Был черкес Я встретился С ним В районе Голландских высот Трудно было туда Попасть в тот период Потому что там Война шла Но Когда мне сказали О его Сути Вот этого человека Я Решил Поехать И добился Для того Чтобы встретиться С ним В течение Трех с половиной Часов Я разговаривал С ним Общался С ним У него В доме И вы знаете Всю жизнь Находясь в семье В мусульманской Среде Там и так далее Я столько не понял Сколько понял За эти три с половиной Часа Общения с этим Человеком И я сожалел Почему я до сих пор Не изучил Философию Мусульманской Религии Почему я до сих пор Не приобщился К этому Этот человек Действительно Высочайшего уровня И сегодня Один из двух Трех людей В мусульманском мире Которому позволено Официально Комментировать Коран Я узнал От него Столько Сколько я Не изучал Ни в институте Ни в школе Альве Толстом Философах Других Там и так далее Я удивился Его уровню И он Кстати сказал Вот Смотрите Говорит Мы сажаем Людей За те Или иные Преступления И обращаемся К этим людям Совершенно Жестоко Там и так далее А Больного Который Заболел Допустим Каким-то Гриппом Там и так далее Мы ухаживаем За ним Но разницы Между ними нет И он больной И он больной Но того Мы сажаем В тюрьму В жестоких Условиях И это Надо Уделять Внимание Этому Человеку Экстремисты Радикально Отрицают Существующие В обществе Нормы и правила Тем самым Угрожают Государственному Устройству Общества Как отметили Участники Круглого стола Борьба с Экстремизмом И терроризмом Должна Начинаться Не только С бдительности И внимательности К посторонним Людям И предметам Общественного Обсуждения Проблемы Но и Заботы О людях Попавших В сложную Жизненную Ситуацию Ведь именно Те наши Сограждане Которые Потеряли Близких Остались Без работы Которые Не могут Благоустроить Семью И быт Чаще Всего Сбиваются С пути И становятся Жертвами Вербовщиков Обсуждая Экстремизм И терроризм Как опаснейшее Явление Современности Участники Заседания Отметили Что воспитание Нравственности И гражданской Ответственности Являются Сегодня Одной Из приоритетных Задач В деле Обеспечения Национальной Безопасности Страны Куликовскую Битву Закончил Телом Своим Закрыл В моем Я Татарская Камча До Днепр Казацких Жил Я Потомок Стрелы Мамая Я Наследник Оселеца В национальности Стою Кормит Бог С моего Лица Эй Россияне Татары Чуваши Евреи Кумыки Что нам Рядится Когда Наши степи Свободой Омыты Хватит На всех Весеннего Солнца А зимого Хлеба На всех Одно время Бедовая Память Да Синее Неба Я Из битвы Рожден Кровавой Расстоянием Между Клинков Был Пожаром Над Дальней Заставой Выло Степь От Моих Подков Пела Пела Мне В бараке Затарином Интернационал Колыма Между Горцем Сидел И Волжанином Вместе С ними Сходил Зума Эй Россияне Войнахи Морийцы Венки Башкиры Что нам Рядится Когда Наша Степя В Кустын До Пальмиры Хватит На всех Весеннего Солнца Зимого Хлеба На всех Одно Время Ледовая Память До Синее Неба Куликовскую Битву Окончил Амбразуру Собой Закрыл Стал Я Интеллигентней И Тоньше Говорю Я Ратам Кызыл Эту Песню За дух Россиянина Я на Сто Языках Спою Выбираю Инопланетянина Президентом В нашу Семью Эй Россияни Славяне Лезгины Буряты Калмыки Что Нам Рядится Когда Наши Души Дождями Омыты Хватит На всех Весеннего Солнца Зимого Хлеба Будто Аллах Иисус Все Россиянина Все Одно Небо На волне Радио Карачаева Черкесия Информационно-музыкальная программа Республика Сахарный диабет Остается одной из острых проблем В сфере здравоохранения Причем Относящийся к приоритетам Национальных систем здравоохранения Практически всех стран мира Актуальность этой проблемы Определяется Широкой распространенностью Этого заболевания Высокой смертностью И ранней инвалидизацией Больных Именно поэтому Сахарный диабет Входит в список Социально значимых Заболеваний В мэре Черкеска Прошло заседание Межведомственной комиссии По профилактике И предупреждению Социально значимых Заболеваний И заболеваний Представляющих Опасность Для окружающих В республиканском центре Рассказывает Моя коллега Валерия Дагужиева Всемирная организация Здравоохранения Определила Заболеваемость Сахарным диабетом Как глобальную Но не инфекционную Эпидемию Количество больных Диабетчиков С каждым разом Увеличивается Во всем мире 20 лет назад Количество людей С этим диагнозом По всему миру Не превышало 30 миллионов человек Сегодня, к сожалению Эта цифра достигла 347 миллионов При этом Около 50% Всех больных Диабетом Приходится на наиболее Активный Трудоспособный возраст 40-59 лет По предварительным Подсчетам В ближайшие 15 лет Число заболевших Достигнет 600 миллионов человек Каждый год в мире От осложнений Сахарного диабета Включая сердечно-сосудистые Заболевания Умирает около 4 тысяч Смерть по причине Диабета И его осложнений Происходит Каждые 10 секунд Заметила Заместитель Начальника отдела Здравоохранения Мэрии Черкеска Светлана Саркитова Выступая на заседании Сахарный диабет Сахарный диабет Это заболевание Эндокринной системы Которое возникает Из-за недостатка инсулина И характеризуется Нарушением обмена веществ В частности Обмена углубов При этом заболевании Подживучная железа Теряет способность Инфектировать Необходимое количество Инсулина Либо вырабатывать Инсулин Нужного качества Существует Два типа Сахарного диабета Если на первый Тип Мы не можем Никак повлиять Развиваются Очень быстро И встречаются Чаще у молодых людей До 35 лет В организме которых Из-за повреждения Подживучной железы Не вырабатывается инсулин Второй темнодоле Приходится 90% От общего числа Болеваний Сахарного диабета Можно предотвратить Основной причиной Ранней гладиаризации И смертности Являются Хронические осложнения Сахарного диабета Опасность осложнений Заключается В их постепенном Часто незаметном Для самого больного Развития К ним относится Нарушение Рифроцепуляции По мельчайшим сосудам Это и поражение глаз Диабетическая Ретинопатия Может грозить Слепотой Поражение почек Диабетическая Нефропатия Большая часть Наших диализников Это как раз Больные сахарного диабета Поражение нервов Диабетическая Нейропатия Которая тоже Может закончиться Гангреной Из наиболее Грозных осложнений Сахарного диабета Поражение сосудов Головного мозга И сердца Что часто Сложняется Инсультами Инфарктами Учитывая Все вышеизложенное Очень важно Раннее выявление И своевременное Лечение Этого заболевания К факторам риска Сахарного диабета Второго типа Относится Ожирение Низкая Физическая активность И рациональное питание Профилактики Сахарного диабета Безусловно Высока роль В соблюдении Диеты То есть Здорового питания Однако Большинство Любят вкусно Поесть И часто Пища Которую употребляют Среднестатистический Человек Содержит Мало чего Полезного Зачастую Очень сложно Отказаться От своих Вредных Гастрономических Бестрасти Но Это просто Необходимо Так как Они буквально Изнашивают Поджелудочную Железу И повышают Шансы Человека Заболеть Сахарным Диабетом Несколько Раз Профилактическая Диета Не подразумевает Полный Отказ От сахара Но Имеет Ввиду Что Человек Не будет Переедать Пищу Будет Принимать Часто Но Маленькими Порциями А так же Отдаст Предпочтение Фруктам И овощам Кроме того Одно из Значимых Профилактических Мероприятий Это контроль Массы тела Самое Сложно И ее Снижение При избытке Чтобы контролировать Вес И быть уверенным Что вы Находитесь В пределах Дорого диапазона Есть очень Простой Способ Измерение Обзора Талии Измерение Отружности Талии Важно Звать Для того Чтобы проверить Количество Избыточного Жира Скопившаяся В области Талии Нормой Считается Следующий Параметр Женщины Объем Талии 80 см И менее Мужчины Объем Талии 94 см И менее С возрастанием Жировой Прослойки Вокруг Талии Увеличивается Риск Возникновения Болезни Сердца И сахарного Диабета Кроме Ученые Всемирного Центра Исследования Рака Великобритания Доказали Что излишняя Упитанность В области Рака Молочной Железы У женщин В ней На паузе С этой целью Всем людям У которых Объем Талии Больше Чем Женщины 88 см Мужчины 102 Необходимо Обратить внимание На образ жизни И скорректировать Питание Чем раньше Будут приняты Меры Тем больше Шансов Существенно Отстрочить Развитие Сахарного Диабета Второго Типа И других Грозных Заболеваний Основные Правила Питания При борьбе С лишним весом Первое Это выделять Для каждого Приема пищи Достаточное Количество Времени Тщательно Пережевывать Пищу Второе Не пропускать Приема пищи В день Необходимо Есть Не реже Чем 3-5 Раз в день При этом Приемом пищи Считается И фрукты Стакан Сока И кефир Третье Не голодать Четвертое Отправляясь В магазин За продуктом Поесть А также Составить Список Необходимых Покупок Пятое Улучшение Настроения Шестое Настоятельно Рекомендуется Придерживаться Правила Последний Прием пищи Не позднее Чем за 3 часа До сна Ассортимент Продуктов Должен быть Разнообразным А порции Небольшими Ну в идеале Необходимо Съедать Половину Изначальной Порции Не есть Если не голодны Для профилактики Сахарного диабета Также большое Значение Восстановление Водного баланса Но люди По-прежнему Мало пьют Обычную воду Полное Только при наличии Достаточного Количества Воды В организме Важно употреблять Именно обычную воду Чай, кофе Пиво Квас И так далее Это напитки Которые можно отнести К жидкому виду И они плохо Справляются С функцией Восстановления Водного баланса Далее Физическая активность И профилактика Диабета Профилактика Диабета Не обходится Без регулярных Физических Нагрузок Их большой плюс Это потери Лишнего веса Кроме того Физическая активность Выводит Из крови И лишнюю глюкозу Полчаса в день Это минимум Который нужно посвящать Занок Любым видом Спорта Или фитнеса Далее Развитие Стрессоустойчивости Медики В своей практике Часто сталкиваются Со случаем Когда стрессовая ситуация Которую слишком бурно Переживал пациент Мгновенно запускала Процесс развития Диабета Наиболее свойственны Такие ситуации Для детей И очень молодых людей Которые еще Не приспособлены К жизни И не научились Правильно Переносить стресс На фоне Сильной стрессовой ситуации Можно Не только заработать Себе сахарный диабет Но и ускорить Процесс болезни Два А то и в три раза Поэтому Развитие стрессоустойчивости Это не просто слова Которые можно Не принимать во внимание Это также Подразумевает Профилактика Сахарного диабета Вот такие Несложные мероприятия Ведут к снижению Риска заболеться Диабетом Очевидно Что профилактика Масштаба Всего населения Не может проводиться Только Сила здравоохранения Требуются Межведомственные планы По борьбе С заболеванием Создание условий Для достижения Поддержания здорового Обороза в жизни Активное вовлечение В этот процесс Различных административных Структур Повышение информированности Населения В целом Действия По созданию Благоприятной Дни диабетогенной Окружающей среды По словам Светланы Хасана На Черкесске Проводится определенная работа По раннему выявлению Сахарного диабета У взрослого населения Это прежде всего Обследование Определение Сахара в крови При проведении Диспансеризации Определенных Групп взрослого населения Периодический И предварительный Медицинский осмотр Диспансеризация И так далее В МГУ Городская полигонка Медико-санитарная часть За 2015 год Было проведено 26 204 Обследования На сахар в крови Из них 62 человека Впервые с диагнозом Сахарный диабет Были взяты На диспансерный учет В эндокринологическом Диспансере Проводится также Санитарно-просветительная Работа Среди населения Регулярно проводится Обучение врачей По атеологии Диагностики Лечению сахарного диабета И его осложнения В МГУ Города Черкеска Медико-санитарная часть В настоящее время В штате Есть два врача-эндокринолога Которые ведут приемы Эндокринологических больных И обучают пациентов В школе диабета Также Проводится Формирование Групп по развитию Сахарного диабета Среди лиц С ожирением И избыточной массы А также Разъясняются Факторы риска Заболевания Что помогает Ранному выявлению больных На втором этапе Диспансеризации Врачи-эндокринологи Уже проводят Дополнительную консультацию По результатам Обследования И профилактические беседы По группам Риска Сахарного диабета И правильного питания Следующий вопрос Который рассматривался На заседании Это иммунизация Взрослого и детского Населения В рамках Национального календаря Профилактических прививок Как мера Профилактики заболеваний Дифтерии Населения Черкесска С докладом О уже проведенной работе Выступила Заведующая Детской поликлиники Черкесской городской Детской больницы Изабыла Тлябичева Национальный календарь Профилактических прививок Рекоментирует плановое проведение Вакцинации Или вакцинации Прививок В долгие сроки И включает в себя Вакцинацию Куроте 14 инфекций Поставки вакцин Применяемых Согласно Национального календаря Финансируются Из средств Федерального бюджета По заявкам Минздрава Минздрава ПЧ А поставки вакцин Применяемых По эпид показаний Финансируются Из средств Бюджета Субъекта Российской Федерации Вне бюджетных И других источников У нас были Например Такие инфекции Например Гепатит А И так далее Когда требовались Другие средства Используются вакцины У нас В заре Встречной Российской Федерации Транспортировка вакцин Осуществляется Соблюдением Требований Калдовой цепи Это обязательно Требование Значит Ну и коротко По учреждениям Значит По детской больнице Вакцинация проводится В строгом соответствии С показаниями И противопоказаниями Проведения прививок Согласно инструкции У нас В учреждении Работает Компьютерная программа Вакцина-профилактика Благодаря которой Мы имеем Возможность Четко планировать Прививки По каждому Педиатрическому участку И осуществлять контроль За выполнением И своевременностью Вакцинации Ежегодно Проводится семинар Для врачей И среди Их работников В категории техники Проведения вакцинации С последующей сдачей Дефекционного зачета В поликлинике Также работает Постоянно действующая Эмологическая комиссия Вот только за 15-й год Нами было проведено Заседание 119 Где было представлено 830 детей И к сожалению Все эти 830 Это отказы От кровь прививок Родители И их законных представителей За первый квартал 16-го года Проведено заседание Комиссии Было 19 Представлено было 171 ребенок Значит До 2015-й год По всем номинациям Прививок У нас были достигнут Контрольные цифры То есть Это выше 95% Вакцинации Против дифтерии Подлежало 1880 человек Привито было 1860 По дифтерии 20 человек Это были отказы То есть Цифра у нас получилась 98,9% Было привито Детей Против дифтерии По Черкесской Городской поликлинике План Прививок Против дифтерии На 2016-й год Составил 18-й Составил Помесячный График Проведения Прививок В начале года Составлены планы Прививок Против дифтерии Во всех участках Иммунизация Проводится В дивочном кабинете Осуществляются Выезды В организованной Коллективе То есть На предприятии В учреждениях Где проводятся Противиодические Привыки Населениях Фактически За 4 месяца Было сделано 3438 Привер Благодаря Вакцинно-профилактике Последние годы На территории Республики Осуществует Заболеваемость Дифтерии Медицинские Организации Испытывают Трудности При проведении Вакцинации В таком плане При проведении В взрослом Населении Где население Очень много И часто Отказывается От прививок Особенно Среди Учителей Преподаватели В организованных Коллективах Хотя они работают В организованных Коллективах Истерии Заболеваемость Инфекционными Болезнями Имеются Отказы От прививок Среди Родителей По различным Причинам Это тоже Наш бич Причины Могут быть Самые различные Это религиозные По чему-то Совету Информации Средства СМИ Интернет И так далее Акции Также Очень мешают Пройдению Привок Акции Рекламных Компаний Различного Уровня Которые Без обоснования Исклоняют Население Подказывают Прививок Мотивируя Вредными Свойствами Составляющих Вакцин Множественными Осложнениями После прививок И просто Наградностью Вакцинации Но Хочу сказать Что вот Розовый Маран Тоже знает Что мы Подаем Экстерные Извещения О всех Случаах Осложнений После прививок У нас Слава богу Осложнений Таких Суброзных Не было Были Только Осложнений Типа Энцефалита И других Тяжелых У нас Слава богу Нет В завершении Состоявшегося Заседания Его участники Выразили Единогласное Мнение О необходимости Увеличения Коек В детской Больнице Для больных С сахарным Диабетом А также В ряд Других Немаловажных Вопросов Ты знаешь Так хочется жить Наслаждаться Восходом Багряным Жить Чтобы просто Любить Всех Кто живет С тобой Рядом Ты знаешь Так хочется Жить Просыпаться С тобой На рассвете Взять И кофе Сварить Пока еще Спят Все На свете Ты знаешь Так хочется Жить Как Не напишут В газете Взять И все Раздарить Жить Чтобы Помнили Дети Ты знаешь Так хочется Жить Вмиг Когда Тебя задавило Встать И всем Объявить Я вернусь Даже если Прибила Взять 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 Ты знаешь, так хочется жить В ту минуту, что роковая Всё плохое забыть, всех простить Лишь прощенье, спасенье я знаю Ты знаешь, так хочется жить В зимнем саду спящей вишней Чтоб по весне рассвести Дерево для новой жизни Уважаемые слушатели С 21 марта 2016 года Программы всех редакций Республиканского радио Теперь можно услышать На официальном сайте нашей компании gtrkkchr.ru Оставайтесь всегда с нами На канале Радио России И на нашем сайте gtrkkchr.ru На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаева Черкесия Республика подошла к концу Выпуск подготовлен корреспондентами Службы информации Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев Мы с вами прощаемся Удачного дня и отличного настроения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова